Добрый вечер! В эфире телеканала Катунь 24 новости. В студии Антон Скаль. Вначале коротко о главных темах. Сильный снегопад ночью прошел в регионе. Осадки продолжатся и завтра. Как дорожные службы борются с гололедом и снегом в городах и на трассах. Не просто фильм о заповеднике. История о людях, которые живут там, работают, а тех, кто создает славу России. Телеканал Катунь 24 презентовал фильм «Черно-белое безмолвие». Она умеет работать с бритвой. В Барнауле побывал барбер с мировым именем. Кто примерил образ юного Элвиса Песли или актуальный в этом сезоне британский стиль, расскажем в выпуске. 90 единиц снегоуборочной техники сегодня работало на улицах краевой столицы после сильного ночного снегопада. К вечеру ситуация в Барнауле стабилизировалась. Однако в некоторых районах края на дорогах все еще скользко и снежно. Как борются с гололедом на региональных трассах, какие современные технологии используют дорожники, расскажет Владислав Кириенко. 11 видеокамер, следящих за движением на трассах. Столько же метеокомплексов с возможностью прогноза погоды на несколько дней вперед и сотни единиц дорожной техники, оснащенных системой ГЛОНАСС. Вот так во всеоружие алтайские дорожники приготовились встречать зиму. У нас есть ресурс, есть возможность прогнозировать развитие событий, то есть дорожно-климатические условия. Прогноз, скажем так, на ближайшие трое суток можно смотреть, которые с высокой долей вероятности. Все сигналы с дорожной техники и видеокамер поступают в единую диспетчерскую службу. Они незамедлительно обрабатываются. Диспетчеры обладают прямой круглосуточной связью со всеми оперативными службами края – МЧС и ГИБДД. В частности, к работе на самых проблемных участках дорог 9 районов края уже готово 177 единиц техники Юго-Восточного ДСУ. Это дорожно-строительное управление отвечает за 2500 дорог и 130 км федеральной трассы. Если погодные условия нам не дают содержать, привести в соответствие трассу в течение дня, в течение суток, то переходим и на вторую сутку, и на третью, обеспечиваем двухсменную работу. В целом, в Алтайском крае для борьбы с наледью и снежными заносами заготовили более 60 тысяч тонн песко-соляной смеси и более 1000 единиц снегоуборочной техники. И самое время. Уже сегодня синоптики региона прогнозируют снегопад и пасмурную погоду. Владислав Кириенко, Роман Хайрулин. Новости. Соревнования молодых профессионалов WorldSkills Russian начались сегодня в Алтайском крае. Это региональный конкурс специалистов по 20 направлениям. На крупнейшей площадке соревнований, эксплуатации сельскохозяйственных машин и ремонте легковых автомобилей побывала моя коллега Анастасия Борисова. Когда-то в детстве они крутили гайки в гараже с отцами. Увлечение превратилось в профессию. Сегодня они сражаются за шанс попасть на всероссийский чемпионат. Но для начала нужно победить в региональном. Конкурсанты проходят пять этапов. Каждый за три часа. Ремонт подвески, коробки передач, двигатели, электрики и рулевого управления. Лучшие студенты техникумов и те пока не справляются. Надо было разобрать коробку. Увы, это не вышло. Уже второй человек не может ее разобрать. А все потому, что не каждый студент понимает автомобильный язык. Этот маленький компьютер диагностирует все поломки. Казалось бы, смотри на монитор и чини по заданному алгоритму. Но чтобы понимать электронного помощника, надо знать систему кодирования. Эксперты заранее сломали все машины и внесли в компьютер неисправности. Все, с чем приходится справляться конкурсантам, может возникнуть и в реальной жизни. Чемпионат по стандартам WorldSkills очень хорошее мероприятие. Показывает уровень подготовки по регионам. То есть в системе сквозного мониторинга можно посмотреть результаты регионов и выявить, где лучше, где хуже. К слову, наш регион признан одним из лучших. Представители Алтайского края участвуют в движении WorldSkills вот уже два года. И каждый раз представляют регион в финале российского чемпионата. Кто из алтайских участников отправится в финал на этот раз, мы узнаем 23 ноября в концертном зале «Сибирь». Анастасия Борисова, Анатолий Фукс, новости. Продолжаем выпуск. Уже в эту среду, 22 ноября, в крае огласят имена лучших тружеников агропромышленного комплекса Алтайского края. В их числе комбайнеры, механизаторы и операторы машинного доения коров. Все они получат премии. Один из претендентов на победу – животновод из Строицкого района Владимир Коровин. У него в гостях побывала и наша съемочная группа. Фермерский бизнес Владимира Коровина, как ни странно, начался женитьбы. В качестве свадебного подарка отец преподнес ему небольшое поголовье овец. Тогда в Атаре послось чуть больше сотни ярок и баранов. Сейчас, спустя 30 лет, их уже около тысячи. Когда приходим с пастбища, мы их делим. Баранчиков отдельно, ярочек отдельно и вот маточное поголовье отдельно. Сейчас молодняк мы готовим на продажу, а с маточного поголовья будем ждать приплод. Каждый год в хозяйстве Владимира Васильевича рождается до 120 ягнят. Сохранность поголовья – 100%. Присматривать и ухаживать за животными фермеру помогает сын и два рабочих. Пока справляются. Конечно, работы с ними больше, как, например, с коровами или с лошадями. Здесь есть стрижка и лечение, и все. Много труда. Этот процесс, который я завожу барана свежего, и вот когда он не появляется, и на него походит, мне вот душа рада. Животновод ежегодно участвует в краевой программе «Поддержка начинающих фермеров». Последний раз он выигрывал грант пять лет назад. Получил полтора миллиона на развитие хозяйства. Приобрел оборудование. Фермер мечтает, если выиграет грант в этом году, то все средства направит на увеличение поголовья. Планирует закупить эдельбаевскую породу овец. Работа фермера непростая, признается Владимир Васильевич. Нужно много сил, упорства и трудолюбия. Эти же навыки помогли ему войти в число претендентов на поощрение трудового конкурса в сфере АПК в номинации «Среди начинающих фермеров». Евгения Князева, Денис Кузьменко. Новости. Сегодня все юристы страны объединились, чтобы помогать. В России проходит День правовой помощи детям. Под эгидой Краевого Минюста правовые консультации получают дети-сироты, инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Подробнее расскажет Вадим Слюсарев. Учебный день в 129-м лицее начался с необычной лекции. В роли педагогов – барнаульские нотариусы, а изучают – законодательство. Во Всемирный день защиты прав детей такие открытые уроки прошли по всему краю. Члены Алтайской краевой нотариальной палаты и представители Краевого министерства юстиции рассказали школьникам о правах и обязанностях граждан Российской Федерации. Сейчас им необходимо разъяснить, они вступают в большую жизнь, чтобы они не совершили и не оступились, какой-то проступок не совершили. Право нарушения. И хуже сказать, если преступление. Им необходимо сейчас помогать через вот такие контакты. 20 ноября двери управления Министерства юстиции открыты для детей. Уже пятый год, в День защиты прав ребенка, здесь консультируют по юридическим вопросам. В течение дня дети могли прийти к специалисту или позвонить по телефону горячей линии и задать экспертам вопросы в сфере юриспруденции. Они обращаются, даже не зная, что им делать, куда им пойти, с чего начать, какой пакет документов. Ну вот как раз мы на этом этапе, начальном, в том числе им говорим, что делать дальше. Отдельное внимание в этот день уделили и детям-инвалидам. А в этом центре правовые консультации получают уже родители-апекуны особенных детей. С 2015 года в российском законодательстве появилось разделение на полностью недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. И самый частый вопрос родителей – как сделать так, чтобы ребенок поменял свой гражданский статус. Здесь ребятишки, которые, у них синдром Дауна, и раньше они были полностью недееспособными. Сейчас у родителей появилась возможность, чтобы по решению суда признать их ограниченно дееспособными. То есть они могут прийти в магазин теперь что-то купить, могут совершать какие-то мелкие сделки. Обучение детей их правам и обязанностям, предусмотренными законом – один из шагов к тому, чтобы воспитать юридически грамотное поколение. А чем лучше граждане знают закон, тем защищеннее себя чувствуют и тем лучше его соблюдают. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. К другим темам. Она умеет работать с бритвой в Барнауле. Барбер с мировым именем. Светлана Санжаева провела авторский семинар по парикмахерскому искусству. О модных мужских стрижках теперь почти все знает Евгения Князева. Андеркат, олдскул и стрижка мужских кудрей. В арсенале современных мастеров – ножницы, расчески и бритвы. В третий раз директор Академии красоты Людмила Тарасова пригласила из Красноярска в Барнаул мастера международного класса, чемпионку мира по парикмахерскому искусству – Барбера Светлану Санжаеву. Как тренер в Сибири, как педагог, как директор школы в Красноярске и, наверное, как чемпион мира, я могу сказать, что в нашей профессии есть одно большое «но». В ней никогда невозможно достигнуть самых высоких высот. Всегда есть куда идти, всегда есть изменения. Существуют мастера, которым это хочется знать, которые идут на учебу. Это говорит очень хорошо о вашем городе. Свой авторский семинар именитый стилист начала с инструктажа. В первую очередь напомнила – даже форма головы имеет значение. Прежде чем приступить к работе, нужно сделать рисунок стрижки. Только тогда можно смело предлагать клиенту обновление образа. Я очень рада, что Светлана Санжаева приехала к нам в наш город. Это бывает редко. Этот мастер-класс очень важен для нас, потому что мастер мирового уровня – это большая честь побывать на ее семинарии и приобрести опыт, знания. Все на практике. Конкретно стрижешь, делаешь, тебе подходят и объясняют данные. Ты не можешь подстричь сам, а потом тебе что-то исправляют. Каждое действие твое должно быть согласовано с мастером. Среди тех, кому повезло обновить свой образ – корреспонденты нашего телеканала – Вадим Слюсарев и Владислав Кириенко. Я пришел просто как непаханное поле. Я полностью доверяю своему мастеру. Хочу немножко поменять свой стиль, прическу. Поэтому я открыт для экспериментов, но в рамках разумного. Я всегда пришел, чтобы из этой бесформенной копны просто сформировалось или произошло настоящее произведение искусства под руководством этих всех прекрасных мастеров. Почти четыре часа над светлыми головами наших корреспондентов работали мастера Академии красоты Людмилы Тарасовой. Каждый шаг на пути к идеальной стрижке стилисты согласовывали с гуру парикмахерского искусства Светланой Санжаевой. Результат такой долгой работы получился впечатляющий. В итоге Владислав Кириенко примерил образ юного Элвиса Пресли, а Вадим Слюсарев – актуальный в этом сезоне британский стиль. Сперва мастера хотела сделать классическую прическу, но она предложила немножко похулиганить. Поэтому я не совсем понял, но это какой-то британский стиль. И теперь у меня такая прическа очень интересная. Не знаю, насколько подходит, но что-то в этом есть определенное. Это просто олицетворение моих эмоций, моего внутреннего мира. Это прическа, которую я, наверное, ждал очень долго. Следующий мастер-класс в Академии красоты Людмилы Тарасовой состоится уже в марте. Мастеров будут обучать салонной женской стрижке. Евгения Князева, Алексей Шаульский. Новости. Как за последний век изменилась природа Большого Алтая, рассказали сотрудники Катунского биосферного заповедника. В рамках Года экологии в Горноалтайске прошел День заповедника. О том, как на его территории ведется охрана природы, сегодня гости узнали из фильма телеканала «Катунь-24» «Черно-белое безмолвие». Сто лет назад на Байкале был создан первый заповедник. Это событие положило начало в формирование системы государственных заповедников и природных заказников в стране. Интересно, что именно тогда, впервые, было предложено организовать на Алтае природный парк площадью с небольшой европейское государство. Проект удалось реализовать в меньших масштабах лишь в конце прошлого века. Тогда в республике Алтай появился Катуньский биосферный заповедник. Сегодня он внесен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Наш заповедник, ему 26 лет всего. Конечно, он очень молодой. Но, несмотря на свою молодость, мы достигли определенных успехов в деле сохранения природы. Мы включены в несколько международных программ. То есть наш заповедник признан на международном уровне. На территории заповедника не ведется хозяйственная деятельность. Туристические маршруты тоже обходят эти места стороной. Поэтому животные, обитающие в заповеднике, подпускают человека совсем близко. О взаимоотношении между живой природой и теми, кого называют хранителями заповедника, рассказывает фильм телеканала «Катунь-24. Черное-белое безмолвие». Он был снят под эгидой Года экологии. В рамках дня Катуньского биосферного заповедника состоялась презентация фильма для жителей республики Алтай. Это не просто фильм о заповеднике. Это фильм о людях, которые живут, там работают. Вот это те самые персонажи, те люди, которые и создают славу России. Это история настоящих героев России. Людей, которые делают свое дело, которые не считают это подвигом, но которые на самом деле совершают большой подвиг. Добавим. В этом году фильм завоевал первую награду на 11-м фестивале социально значимых программ и фильмов «Герои нашего времени». Также вошел в шорт-лист международного фестиваля «Северный характер», который проходит сейчас в Мурманске. Зрителям нашего телеканала фильм доступен на сайте katun24.ru. Вадим Слюсарев, новости. И в завершении выпуска о спорте волейболисты университета провели очередные матчи в рамках высшей лиги А. Соперником команды Ивана Воронкова стал абсолютный лидер чемпионата «Челябинская Динамо». На играх побывал Дмитрий Гладких. В Барнаул команда Алексея Рудакова прибыла в ранге безоговорочного лидера. В этом сезоне челябинцы из 14 проведенных матчей в рамках высшей лиги А не проиграли ни одной встречи. При этом лишь одна игра закончилась для «Динамовцев» победой на тайбрейке. У барнаульцев выйти на уровень прошлого сезона пока не получается, но все же универовцы могли рассчитывать на хороший результат хотя бы в одном матче. В первый игровой день соперник сразу же завладел инициативой и достаточно уверенно победил в первом сете 25-17. Во втором хозяевам удалось навязать борьбу гостям, но вновь удача была на стороне волейболистов в синей форме 25-22. В третьей партии «Динамо» уже не позволило студентам рассчитывать на успех. Как итог 25-19 и победа 3-0. Обычно игра у нас с настроем зависит от того, как мы настроимся на эту игру. Надо было просто покричать, как-то завести самого себя. Трудно там было справляться с приемом. Они категорически, ну все почти перешли на планеры. Начали подавать планеры. У нас ошибок много было в приеме. На следующий день гости вновь были сильнее. Челябинцы, в составе которых есть опытные доигровщики, мастера спорта, поигравшие в Суперлиге, хороший пасующий, мастеровитый центральный блокирующий, не оставили шансов подопечным Ивана Воронкова. К сожалению, наш коллектив не сумел противопоставить сопернику ничего. Итог 18-25, 17-25 и 16-25. Они сегодня и в общей игре нас переграли. Самое главное, они переграли в приеме подачи. То есть они очень хорошо опытные, хорошо доводят. То есть с хорошей подачей планером. То есть очень сильная подача. Поэтому мы сегодня как бы не так хорошо довели эту подачу. Поэтому у нас и получилась такая игра. Следующие игры студенты проведут на выезде. 25 и 26 ноября университет в Казани встретится с местным коллективом Академия Казань. Дмитрий Гладких, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Хорошего вам вечера. И помните, хотите первыми узнавать о главных событиях в жизни Алтайского края, смотрите телеканал Катунь-24. Академия Казань. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok